Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на Евросервере тоже стартовал новый батл пасс Майя 2023 года, который называется Операция Абордаж. Вот так вот ее назвали, на лесте его назвали по-другому, но дело не в этом даже. Дело в том, что на удивление данные два батл пасса отличаются. Первое отличие, ребят, это то, что на Евросервере, сразу на первом уровне, вы получите себе легкий танк четвертого уровня Кехо, если я правильно произношу название данной машины. А вот что касается Лесты, то здесь вы получите М3Ли. Это машины абсолютно разные. М3Ли это средний танк с внешним видом ПТшечки, а там легкая машина. Это первое отличие, которое я заметил. Второе отличие, которое было изначально, но сейчас оно пропало, то, что на 30 уровне у нас есть Искатель. Если мы с Искателя переключаемся назад на Евросервер, то на Евросервере это будет Пират, который имеет точно такой же внешний вид, прям один в один, ничем не отличается. Но, ребят, есть разница, точнее была разница в отношении того, что на Лесте будет с этой машиной, если вы на 55 левеле откроете себе легендарный Камо. Так вот, на Лесте легендарный Камо, он должен был быть вот такого внешнего вида. Такой, знаете ли себе, детский, с какой-то розовой рыбой на крыше, розовый якорь, стекающая розовая жижа какая-то с танчика. И это было в моем обзорчике, вот ссылочка на видео с техническими характеристиками, кстати, на данную машинку. Что касается того, что сейчас произошло, он становится зорким, но обратите внимание на его внешний вид. То ли это глюк какой-то был в игре, то ли действительно решили и на том и другом серваке поставить одинаковое Камо. Потому что нет розового якоря, вместо рыбы брезент смотанный или что это, или парус может какой-то. Здесь есть сзади у нас, скорее всего, сундук с сокровищами. Ну и здесь уже более такая настоящая пиратская тема, а не какой-то детский комикс разрисовали. Даже пушка имеет вид пушки на какой-нибудь пиратской шхуне, а не в какой-то детской игре. Что же касается того, что на евросервере, возвращаемся на него и на евросервере, ребят, пират у вас превратится на пятом левеле в морской волк. Но при этом его внешний вид будет точно такой же. Что произошло, почему на лесте решили поменять внешний вид машины, я, честно говоря, не совсем понимаю. Оказывается, теперь все-таки будет разница между батл пазами на лесте и на евро. Или, может, я сейчас только это увидел. Пишите свои комментарии в отношении предыдущего батл паза. Были ли там отличия по внешнему виду машины, соответственно, по машине, которая на первом левеле стоит сразу коллекционка четвертого уровня. Что же касается самого пирата в отношении технических характеристик, повторюсь еще раз, его технические характеристики подробно я разобрал в видосе, который вышел пару часов назад. Ссылочка будет в описании, плюс к тому она будет здесь наверху. Что касается того, что можно сказать кратко. Кратко можно сказать следующее. У него забрали 30 хп по сравнению с арлом, в 39-м, с которого данную машину рисовали. У него абсолютно та же самая броня, а если быть точным, то брони здесь в корме стало меньше на 3 единицы. Это при том, что еще и хпшку, как я уже сказал, у него забрали. Обзор тот же самый. Что касается маскировки. То маскировку типа улучшили, но по большому счету, что дохлому припарки. Потому что по маскировке у него получилось 30 и в отношении маскировки, в отношении подвижности 18. Это при том, что на проходной его версии маскировка составляет 29 и 17. Короче говоря, на 1% улучшили. Хорошо это или плохо, дофиг его знает. Я думаю, что вообще никак. Что касается ДПМ. Да, чуть-чуть лучше ДПМ, чем у проходной версии, но не на много. Это связано с тем, что у данной машины 8.53, а у проходной 8.27. Таким образом, получается, что по ДПМ она лучше всего на 50 единиц. И в принципе, это все принципиальные отличия. Да, там добавили немножечко в отношении проходимости по дороге. 104 против 91. И есть немножечко в отношении вращения на месте 45.76 против 38. Вот, в принципе, и все. Все отличия, если хотите более подробно, как я уже сказал, по ссылочке в описании, заходите, смотрите. Почему сделали на двух серверах практически одинаковые батл пассы, при этом поменяли награду на первом левеле. И зачем это было, в принципе, сделано. У меня остается вопрос открытым. Пишите свое мнение. Неужели все дальше и дальше серваки расходятся друг от друга? Вот этот М3Л, как я говорил. Или, в принципе, так оно и должно быть. Бог его знает. В любом случае, игра мне продолжает нравиться. Вне зависимости от того, кто там на каком серваке играет. Играйте, получайте удовольствие. Ну и задонатить в батл пасс, как и раньше, все равно остается выгодным. Потому что, что на евросервере, что на лесте, когда вы будете покупать себе особый пропуск, если вы его себе купите, вы получаете довольно немалое количество серебра, две коллекционных машинки, нормальное количество золота, плюс достаточное количество свободного опыта, ну и всякого рода бустеры и камуфляжики. Короче говоря, есть на любителя всего чего угодно. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.